Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал Толея Арт. Я Татьяна, дизайнер и художник абстрактной живописи. Сегодня я вам предлагаю тему звезды, галактика, космос. Будет много слоев, переплетение красок между собой, насыщенность цвета, глубина благодаря текстуре. Давайте окунемся в мир непознанного и прекрасного. Обязательно подписывайтесь, потому что будет и есть уже очень много интересного. Итак, давайте начнем. Я взяла холст 50 на 50 загрунтованный черным цветом и декоративную штукатурку. В черную акриловую краску я добавила мраморную муку до состояния жидкой сметаны. Штукатурку я буду наносить короткошерстным велюровым валиком. Сухой валик я опускаю в штукатурку и растираю ее по палитре, тщательно напитывая валик со всех сторон. Я собираюсь нанести штукатурку валиком тонкий ровный слой, поэтому я оставляю на валике небольшое количество и слегка касаясь холста наношу тонкий слой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После высыхания штукатурки наждачной бумагой у меня номер 320 я слегка прохожу по штукатурке, чтобы сгладить острые пики и сделать ее более приятной на ощупь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затем я закрепляю штукатурку универсальным акриловым лаком, разведенным водой 1 к 3. Тщательно пропитываю кистью весь холст. Субтитры сделал DimaTorzok После высыхания с помощью тарелки намечаю круг. Это будет основной акцент в картине. Субтитры сделал DimaTorzok Беру белую акриловую краску и растираю ее кистью, равномерно распределяя. Сейчас я хочу воспользоваться техникой полусухая кисть. Я лишнюю краску оставляю на палитре, кисть вытираю максимальная поверхность. Затем наношу на холст краску, держа кисть плоско к поверхности, так как хочу окрасить верх текстуры, а внутреннюю часть ее углубления оставить черными. Так прокрашиваю весь круг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выделяю серединку, делаю ее более плотной и светлой, так как здесь будет основное свечение. Далее беру ярко-бирюзовый акриловый состав. Он довольно жидкий, поэтому тщательно пропитываю и вытираю кисть. Также делаю ее полусухой. В такой же технике наношу краску на весь круг. Уделяю внимание сердцевине круга, делаю ее более насыщенной. Снова использую белый цвет, чтобы последующий проявился ярче. Белый цвет дает основу проявиться любому цвету. Продолжение следует... Снова наношу бирюзовый, чтобы дать основу для следующего цвета. Далее добавляю желтый холодный цвет, чтобы получить сразу несколько оттенков. Желтый, бирюзовый, зеленый и коричневатый. И также, держа кисть лежа к поверхности, растушевываю от середины к краям круга. Продолжение следует... Продолжаю добавлять цвета. Теперь холодные синие. И акцент делаю на края круга. Субтитры добавил DimaTorzok Снова выравниваю бирюзовым цветом. Делаю круг более мягким и насыщенным по цвету. Аккуратно прокрашиваю внешний ободок круга белым цветом. Делаю краской. Продолжение следует... Продолжение следует... Делаю лёгкое свечение в центре круга. Делаю лёгкое свечение в центре круга. Продолжение следует... Выравниваю бирюзовым цветом. и уделю этому особое внимание беру снова бирюзовый цвет и широкую плоскую кисть она называется flates тщательно ее пропитываю и вытираю лишнюю влагу делаю ее полусухой намечаю полукруглые движения скользя легко по поверхности стараясь не затрагивать внутреннюю часть фактуры и Затем уплотняю цвет более жесткой кистью, щетиной, так как краска лучше ложится на холст. Я сделала растушевку полусухой кистью белым цветом, также держа кисть полус как поверхности. Добавляю желтую краску на крок и на внешнюю часть картины, чтобы соединить композиционно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавляю синие цвета, чтобы усилить глубину цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Бирюзовый цвет я наношу тряпочкой, предварительно смоченной в воде и похлопывающими движениями наношу на холст. Теперь где-то попадая цветом внутрь, а где-то растушевывая по поверхности. Добавляю черный цвет, он придает характер картине. Добавляю черный цвет я наношу на холст. Чёркий и тёплый – придаст уюта и новое сочетание. Субтитры создавал DimaTorzok Белый цвет в данном слое послужит основой для последующего цвета и также приподнимет все слои и придаст воздушности. Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря белому цвету синие цвета станут ярче и заметнее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляю бирюзовый на те места, где наносила белый цвет, так как он засияет ярче и соединит круг и остальную часть картины. Добавляю бирюзовый на другую часть. Добавляю бирюзовый на туловую часть. Уборяю бирюзовый на кастрюлю. Субтитры создавал DimaTorzok Так как это у меня по задумке звездное ночное небо, я добавляю снова черный цвет и завуалирую мерцание ярких цветов. Спрячу их в глубину. Продолжение следует... Центр можно было бы оставить так, как есть, но мне захотелось более яркого и я решила добавить золотых хлопьев из потали. Прокрашиваю весь круг клеем для потали на водной основе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После высыхания клея до липкого слоя я добавляю золотые хлопья и растираю синтетической кистью круговыми движениями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После высыхания по талии обязательно нужно покрыть ее защитным лаком, чтобы избежать окисления и потемнения. Заключительный штрих это жемчужно-перламутровый лак, который придаст нежное сияние всей картине. Легкими движениями полусухой кистью покрываю всю внешнюю поверхность. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ваша поддержка очень цена, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, ставить лайки, делиться и оставлять комментарии. Увидимся, пока-пока!